Засыркаем ночи, острые клинки, Разгулялись в поле казаки. Сегодня свое мастерство демонстрировали исполнители казачьей песни и автор-исполнители. Не все артисты – профессионалы, но это не мешает им петь, что называется, с душой, как, например, ансамбль из Санкт-Петербурга. Вообще экспериментируем. Здесь нет профессионалов. У нас самодеятельный коллектив, здесь люди, которые никогда вообще не занимались вокалом. Это курсанты и сотрудники нашего университета. В целом конкурс проводится в шести номинациях. На сцену также выйдут вокально-инструментальные ансамбли, исполнители песен профессиональных авторов, ансамбли песни и пляски и духовые оркестры. В следующем году планируется ввести еще одну номинацию – детскую. Это хорошо во всех направлениях, потому что наша молодежь должна все-таки, я считаю, расти в духе патриотизма и любви к своей родине. А военно-патриотические песни, которые они исполняют, как нельзя поднимают их вот эту самооценку, боевой дух, и они готовы уже в дальнейшем становиться на рубеже нашей родины. Это уже 21-й фестиваль. За это время он успел и полюбиться сочинцам, и даже обзавестись собственным гимном. Его автор сегодня – член жюри. Гражданская песня, она не была основой моего направления. И как-то вот попав на фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь», вдруг, как снизошло с неба, да, может, еще оттуда, откуда, у меня как пошло вот это вот творчество, именно творческое направление в тему гражданской песни, патриотической песни. В субботу и воскресенье в Зимнем театре состоятся галоконцерты лауреатов и дипломантов предыдущих и нынешнего фестивалей. Также в ближайшие дни запланированы выездные концерты участников в воинских частях и здравницах города. Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».